Всем здравствуйте! В эфире вновь из-за студии имени Степашкина Виктора Алексеевича и я, преподаватель живописи Ештакова Евгения Владимировна. Сегодня мне хотелось бы подробнее остановиться на такой теме в изобразительном искусстве, как наброски и зарисовки. Мое личное мнение, что это главная школа художника, наброски и зарисовки. То, что художник обязан делать каждый день. И давайте сразу дам вам небольшое домашнее задание. По два набросочка ежедневно. Несложных. Один-два предмета. Больше не надо. Но это будет очень хорошая школа для вас. И готовые наброски присылайте, фотографируйте или мне на WhatsApp, или Ольге Викторовне, или Татьяне Викторовне. Фотографируйте натуру и ваш набросок, чтобы мы могли оценить качество наброска. Может быть, какие-то замечания по ошибкам сделать, чтобы мы с вами могли двигаться дальше. И чтобы вот этот вынужденный отдых тоже пошел нам на пользу. Итак, речь пойдет о набросках и зарисовках. В чем разница наброска от зарисовки? Набросок – это более быстрое, скорее линейное изображение. Зарисовка чуть посложнее наброска. Там, может быть, проработаны какие-то тени немножечко. Как-то поподробнее детали указаны в зарисовке. А вот набросок – это фактически одна линия. Наброс. Набросок – однокоренные слова. Вот надо нам сделать вот такой вот наброс на бумагу того предмета, который я тут определила. Ложечка. Очень часто встречается у нас в натюрмортах. Я предлагаю вот такой способ тренировки мозга для того, чтобы правильно и хорошо делать наброски. Вот берем карандаш и начинаем в воздухе как бы обводить предмет. Раз, 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 раз. Сделать это надо несколько раз. И это не так просто, как кажется, потому что у нас рука пытается все туда уйти, в пространство. А нам нужно вводить карандашом в плоскости. И чтобы натренироваться вводить карандашом в плоскости, возьмем вспомогательный предмет. Вот такое стекло у меня есть. Это может быть не обязательно стекло. Это может быть кусок пластика. Это может быть просто пакет прозрачный, натянутый на какую-то рамку. Главное, чтобы плоскость была достаточно прозрачная. И вот уже по этой плоскости мы вводим карандашиком много-много-много раз. Для чего мы это делаем? Сейчас мы учимся, тренируем свой мозг переводить пространственное изображение в плоскостное. То есть вот этот пространственный предмет мы должны сейчас воспринимать как пятно на плоскости. И научиться этому нам поможет вот это вот нехитрое такое упражнение. И вот так много-много-много раз обводим, пока мы не поймем, как у нас должна рука идти в плоскости листа. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Вот такое пятнышко. Можно даже взять маркер, обвести маркером. Это тоже будет такое полезненькое упражнение. Обвести маркером. Не знаю, насколько у меня сейчас получится. Обводим. Так стараемся со всеми деталями обвести, чтобы получить изображение на плоскости. Вот примерно такое пятно на плоскости мы должны с вами получить. И сейчас, когда я буду пытаться изобразить на листке, ну, в данном случае у меня кусочек пластика, я должна как-то потом буду сопоставить эти изображения. И они должны, ну, не совпасть, но хотя бы приблизиться друг к другу. Итак, что нам важно сейчас? Определить пропорции. Сколько раз вот это вот черпальца помещается в ручки, ложечки. Так, возьму карандаш потоньше. И прикидываю, сколько же раз. Ага, раз. О, отличный ракурс. Вот это черпальца помещается в ручки два раза. Поэтому мы с вами прежде всего можем наметить ось. Наклончик тоже тут важен. Ось-ка. Такой наклончик. Наклончик можно перенести, как мы на рисунке делали, видите? Не совпал, не совпал. Чуть-чуть вот эта точка у меня. Точечка вот эта чуть повыше. Вот так вот. Где-то вот так. И максимальное внимание вот этой форме. На что она у нас похожа? На овал. Вот. Скорее всего, это овал, из которого потом, из которого потом у нас вытягивается вот эта вот ручка, ложечки. Такой лежачий овал с наклоном. Ну, для начала мы разметим. Разметим вот это вот. Чтобы нам не ошибиться. Правильно? Вот мы разделили на три равных части. В первой части у нас как раз будет вот это вот черпальце. Вот таким овальчиком. А в две другие части должна вписаться вот эта вот ручка наша с вами. Итак, овал с некоторым наклоном у нас. Постараемся вывести. Набросок еще отличается тем, что тут мы особо не должны пользоваться. С теркой мы как-то линию должны улавливать. Если не сразу, то искать из множества линий. В идеале это должно делаться быстро. Вот тут немножечко у нас видно донышко. Чуть-чуть намечаем его. Ну, вот это так. Чуть-чуть побольше. И затем вытягиваем ручку. Раз. Тут у нас идет перемычка такая. Она с одной стороны является декоративным элементом. А с другой стороны таким вот ребром жесткости, который делает ручку не такой ломкой. Если вы знаете, ну, серебро вообще обладает такой достаточной ломкостью. Например, вот не рекомендуют с серебряными ложками зачерпывать мед. Почему? А потому что она в нем вязнет и ломается. Поэтому вот такие вот конструктивные вещи необходимы. Ищем линию. Правильно. Вот тут тоже такие идут декоративные элементы. расширяющиеся. Раз. Раз. Вот это ближе к нам, поэтому больше. А сеемы никаких не чертим, так как это набросок, должны делать а-ля прима сразу. Что это у нас тут тоже овал. И тут он вот такой вот уходящий овал. Потому что тоже у нас и овальчик. Вот этот вот декоративный элемент, он как бы, видимо, иллюзорно прижат к заднему краю. Почему? Потому что тоже тут имеет место быть перспективное сокращение. Вот это мы видим больше. Отступ от краешка до овала декоративного. А вот тут, соответственно, меньше. Смотрите, вот тут вот больше. Вот тут вот меньше. Ну вот как-то вот так у меня получилось. Сейчас сравню с натурой. Ну, не очень совпадает, но все-таки вот что-то удалось схватить. Да? Наклончики какие-то. Так вот, немножко видно. Да? Здесь много надо срезать. Ага, ага. Тут, наоборот, не дотянуло. Вот. Вот это упражнение просто сверхполезно для художников. И не только, как мы видим, начинающих. И не начинающих художников. Тоже это упражнение очень полезно. Сейчас попробуем нарисовать эту же ложечку в другом, более интересном ракурсе. Так, давайте мы с вами поставим ее вот таким вот образом. Оп. Во как. О, какая она у нас. Вот так вот. Прям на нас четко смотрит с небольшим наклончиком. Ракурс сложный. Потому что тут идет большое перспективное сокращение ручки, ложечки. И опять берем наше стекло и начинаем на стекле обводить наш предмет. Можно прям отдельно. Сначала черпала. Какой она интересная форма имеет. Вот. Вот какое. Это такой вот усеченная сфера такая. Раз, 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 раз. Дальше вверх пошло. Продолжаем обводить. Прям много-много-много-много раз. А потом уже без стекла просто можно в воздухе порисовать. Главное, чтобы эти движения вот эти вот все вот у нас были в плоскости в одной. Не вот так вот водить карандашом, а вот так в плоскости. Вот именно сделать это в плоскости нам как раз и позволяет вот эта вот прозрачная поверхность. Стекло или пластик, или там полиэтилен. Обводим. И сразу у нас начинает мозг переводить пространственное изображение в плоскостное. Очень полезное упражнение. Даже если вы наброски не делаете, просто возьмите кусок стекла. Предметы, которые перед вами на столе стоят, когда вы там чай пьете или обедаете, просто вот так вот пообводите через стекло. Даже без маркера, просто вот так вот карандашиком, карандашиком. И вот уже наш мозг не воспринимает, перестает воспринимать это как предмет, лежащий в пространстве, а начинает уже ассоциировать с плоским пятном каким-то. Например, вот я вижу здесь гриб перевернутый. Можно так. Раз, грибок перевернутый. Да, да, плоское пятно. Раз, 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 раз. Так, что у нас с пропорциями? вот эта вот часть. Раз, раз, полтора раза черпала помещается в ручки. и опять обводим наше изображение маркером, чтобы потом сравнить его с тем, что у нас получится. Я повторяю, делать не обязательно, но вот именно упражнение со стеклом очень полезное для художников, потому что, ну, не сразу наш мозг может увидеть вот эту вот форму. Немножко потеряла резкость. у меня камера, поэтому... Вот. Вот она, ложка в ракурсе. Так вот, сразу перевести в плоскость для нашего восприятия достаточно проблематично. Итак, переводим на плоскость листа. Вот это пятно. вот это вот черпальце, оно у нас имеет форму, как мы с вами говорили, усеченной сферы с небольшим, небольшим, небольшим еле уловимым наклончиком. Я немножечко неправильно тут сделала. Тут более выпуклое донышко. Вот, поправила. и вытягиваем ручку. Отмерить нам надо полтора. Полтора. То есть, всю ложечку нам надо уложить вот до этой точки. прям даже можем наметить вот такую вот засечку поставить. Тут она и заканчивается вот таким вот овальчиком. и опять вот эта же перемычка. Вот она здесь у нас. И дальше идет такое расширение. Постараемся уловить форму. и с этой стороны тоже самое. И вот сюда приходит и вот этот овал верхний вот у ложечки мы видим в виде такой вот пуговки. Совсем практически тоже немножечко выпуклое, совсем такой узенькой. с другой стороны маркера попытаюсь изобразить. Вот так вот. Ну вот как-то так. И проверяем себя. У нас вот такое изображение было изначально. ну где-то в чем-то я была права, в чем-то ошиблась. Ошибка моя в том, что я опять же мой глаз меня обманул, пытаясь уложить плоское изображение в перспективу и вернее увидеть не плоское пятно, пространственное перспективное изображение. Поэтому я слишком маленьким сделала вот это вот как раз очерпала ложечки сделала я слишком маленькую. То есть по-хорошему его надо делать больше. Вот таким вот. Вот. вот так я думаю полезно будет тренироваться нам в рисовании набросков каждый день по два набросочка. Это не так сложно. У меня не так много времени заняло даже с объяснением. У вас просто сидя дома без объяснений. Возьмите стекло, кусок пластика. У вас займет это совсем немного времени. Была рада сегодня обращаться к вам. К сожалению не вижу и слышу вас. Но по всем вам очень скучаю. Всем привет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. ПОДПИШИСМЕНТЫ